Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» и сегодня с вами я, ведущая Елена Бунакова. О келейных записках, письмах, черновиках, найденных в книгохранилищах Оптиной пустыни духовный писатель Сергей Александрович Нилус говорил, что собрание всего перечисленного вместе есть драгоценнейший жемчуг дивного шитья. Он составлен и собран из многоцветных раковин, извлеченных из сокровенных глубин безбрежного и бездонного моря, великого оптинского духа, питавшего православную русскую мысль. В книге, которая находится сегодня на нашей книжной полке, собраны драгоценнейшие жемчужины, а именно жизнеописания учеников и современников преподобных старцев оптинских, подвижников благочестия, чьи судьбы так или иначе были связаны с благодатной обителью. Эта книга называется «Подвижники благочестия Оптиной пустыни. 19-го начала XX века. Жизнеописание, очерки, документы». О ней далее в нашей программе. «Подвижники благочестия» Эта книга, по словам издателей, будет интересна историкам, краеведам и всем, кому близка Оптина пустынь, кто неравнодушен к истории церкви и Отечества. Состоит она из трех частей. Первая часть содержит жизнеописание подвижников благочестия, погребенных в монастырском некрополе. Среди них и насельники монастыря, и подвижники из других обителей, имевшие отношение к Оптине, и насельники пустыни, по тем или иным причинам скончавшиеся в других обителях, переведенных по послушанию или искавших более уединенных мест для подвигов. Читатель познакомится и с биографиями людей, не состоявших в числе братства, но погребенных на монастырском погосте. Ивана Михайловича Токарева, родственника преподобного Серафима Саровского, Василия Брагузина, имевшего тесные связи с обителю, молчальника Тита Козельского, уважаемого и почитаемого в дореволюционном Козельске и в Оптиной пустыне. Как отмечают издатели, в книге в лицах, описаниях, размышлениях предстает не только история монастыря, но и история России. Так, например, в Грозном 1812 году, по словам архимандрита Леонида Кавелина, с окрешенными сердцами принимались в обители вести о бедствиях Отечества, о взятии Смоленска, занятии Москвы. Храмы были открыты с утра до глубокой ночи и полны народа. Настоятель игумен Авраами, опасаясь, что нашествие цивилизованных варваров достигнет Оптиной, заботился о спасении монастырских святынь. В судьбе насельника Оптиной пустыни генерал-майора Андрея Андреевича Петровского соединились воедино воинская доблесть защитника Отечества и молитвенный подвиг христианина. Петровский состоял на воинской службе с 1804 до 1840 года. Совершил 11 кампаний и участвовал в 85 сражениях, не получив ни одного ранения. «Твердая вера и пламенная молитва – вот крепкий щит, которым он отражал от себя вражей стрелы», говорится в его жизнеописании. Скончался он на 81-м году жизни монахом Оптиной пустыни, где судил ему Господь в продолжении девяти лет потрудиться для спасения души своей в тесной монашеской келье. В жизнеописаниях насельников Оптиной пустыни читатель найдет множество примеров терпеливого несения скорбей и болезней. Таковым был земной путь тихого и смиренного страдальца, монаха Павла Трунова, с кротостью и незлобием встречавшего все испытания. Иродиакон Мефодий Шкламбовский, внезапно разбитый параличом, 24 года не только с необычайным терпением переносил свое страдальческое положение, но и всегда был кроток и весел, как дитя. Замечательным подвижником был слепой схемонах Карп Алексеев. С лепотою своей он не только не тяготился, но дорожил ею, как средством к своему спасению. Нравом он был кроток и молчалив, в обращении с братью приветлив и ласков. Старец Леонид говаривал о нем «Карп слеп, но видит свет». Также в первой части книги помещены сведения о некоторых персоналиях женского пола, погребенных в Оптинском некрополе. Это духовная дочь старца Антония Путилова, девица Екатерина Александровна Поливанова в монашестве Евросинья. От раковицы – любовь и вера Ключеревы, жизнь которых неразнированным образом связана с оптинским старцем Амвросием, и Варвара Былим-Колоссовская. Практически неизвестные исторические материалы о них, несомненно, заинтересуют читателей. Вторая часть содержит записанные учениками оптинских старцев Моисея и Антония рассказы о жизни, занятиях и трудах пустынников Рославльских лесов, представляющие интереснейшую страницу истории русского монашества, тесным образом связанную с Оптиной пустынью. О полной лишении и опасности жизни, способствовавшей нравственному самовоспитанию и совершенствованию, старцы, по словам очевидцев, вспоминали всегда с просветленными лицами. В третьей части публикуются извлечения из памятной записки о скончавшихся и погребенных в богохранимой обители Козельской, в Веденской Оптиной пустыне и в ските святого Иоанна Предтечи, находящемся при Онной. Этот уникальный документ, как свидетельствует запись на титульном листе, первоначально был составлен в 1845 году и содержит краткие биографические сведения. В нем раскрывается духовный смысл отдельных фактов и событий жизни погребенных в Оптиной пустыне. Составители записи – разные лица. В 1840-е и в 1850-е годы отдельные записи предположительно могли принадлежать преподобному Макарию Иванову, старцу Оптинскому, в последующие годы – летописцам Оптиной пустыни. К концу XIX века повествования из развернутых становятся все более сухими и фактографичными. Составители памятной записки охарактеризовали простоту нрава, доброту, молчаливость и другие индивидуальные качества насельников Оптиной пустыни, выявив тем самым общность людей особого склада – искателей Града Небесного, странников на земле, людей кротких, не от мира сего, которые, по словам Спасителя, наследуют землю. Благодаря этому документу мы узнаем о судьбах подвязавшихся в обители людей, образованных и некнижных, живших в Оптиной пустыне с малолетства и поступивших в монастырь в старости, монахов и послужников, несших самые различные послушания. Приложения в конце издания включают краткие биографические справки об авторах, помещенных в сборник материалов, список архиереев Калужской епархии с указанием переводов на другие кафедры и другие справочно-библиографическую информацию. Весь текст книги издатели сопроводили краткими примечаниями, раскрывающими смысл и содержание отдельных понятий богослужебного устава и повседневной монашеской жизни, социально-политической истории российского государства XVIII-начала XX века, устаревших слов и выражений, а также указали дни памяти духовных лиц, тесно связанных с Оптиной пустынью и ныне прославленных в лике святых. По словам издателей, на страницах данной книги оживет давно ушедшая эпоха, духовную связь которой в наше время все более ощущают даже далекие от церкви люди. Вместе с живительным светом веры в нашу жизнь возвращаются драгоценные свидетельства благочестивой и подвижнической жизни. Они, как целебные источники, способны напитать душу и просветить разум всех, кто со вниманием обращается к ним. И, быть может, настоящее издание поможет читателю полнее представить картину жизни и молитвенного подвига тех, чья жизнь в разные годы была связана с Оптиной пустынью. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. Новинки православной литературы спрашивайте в церковной литературы спрашивайте в церковной литературы.